На библейский портал Экзегет поступил вопрос – можно ли как-то определить меру покаяния, то есть можно ли сказать, что человек уже принёс достаточно покаяния? Давайте вспомним, что есть покаяние. Во-первых, это таинство, в котором священник совершает священное действие, а Господь Бог – тайное действие. Так что же такое покаяние? В переводе это, как известно, изменение ума. То есть, по-другому можно сказать, это изменение мировоззрения в человеке, ну, скажем так, со своего на Божие. А это одномоментный акт или это процесс? Конечно же, покаяние – это процесс, в котором есть разные составляющие. Ну, для того, чтобы раскаяться просто, ну, нужно познать Слово Божие, то есть изменить своё мировоззрение. Второе – когда мы меняем мировоззрение, мы вдруг начинаем видеть то, что мы и раньше считали нормальным, хорошим делом даже, оказывается грехом, и тогда что мы делаем? Мы раскаиваемся. Что такое раскаяние? Это моё сожаление о том, что я когда-то так подумал, когда-то вот так греховно сказал, когда-то вот поступил греховно, обидел ли человека или иное, что худое ему сделал, или даже в отношении себя согрешил. Хорошо, раскаялись, мы сожалеем о проделанных грехах. Дальше что? А дальше надо попросить прощения у тех людей, против которых мы согрешили. И если это возможно, попросить лично, если невозможно, позвонить по телефону, а если невозможно и по телефону, мысленно умея попросить у них прощения. А когда же мы вновь согрешаем, сразу раскаиваемся и просим прощения как минимум у Бога и при первой возможности у человека. Хорошо, увидели свой грех, раскаялись в нём, попросили прощения у человека, у Бога. Кстати, у себя самого тоже надо принять себя таковым, каким ты был. Что значит принять? Это не значит согласиться, что это было хорошо, да? Ну да, я вот такой, вот к сожалению, я вот такой немощный, греховный человек. Но это, правда, не должно приводить к унынию и уж тем более к отчаянию. Наоборот, это мотив измениться к лучшему. Так вот, после того, как мы попросили прощения, что мы должны сделать? Мы должны пойти и исповедать свои грехи Богу уже в таинстве покаяния. Конечно, мы должны сразу у Бога попросить прощения, как только совершили грех, как только осознали, что мы согрешили. Но надо обязательно идти в храм и исповедать грех в присутствии свидетеля, которым является священник. Он в данном случае не посредник, он именно свидетель. Вот иногда говорят, да, вот там протестанты, да, я, говорит, так покаялся он перед Богом у себя дома, у меня Бог в душе, все, у меня личный там с ним контакт. А вот я задаю простой вопрос. Скажите, а что проще вот так про себя попросить у Бога прощения, прости, Господи согрешил, или прийти в храм и в присутствии священника согрешить, что разозлился, обозвал жену дурой. И так не раз. И все к одному и тому же священнику. Так ведь на каком-то этапе уже сгореть со стыда хочется, все одно и то же, одно и то же, все никак не могу себя сдержать. Вот все так и вылетают какие-то слова-то худые, греховные из моих уст. Из сердца исходят помышления злые. А легко ли исправить то, что в сердце? Можно ли это быстро сделать? Конечно, нет. То, что укоренилось в нашем сердце, что из него исходит, худого. От избытка ведь сердца, говорят, уста, в том числе, греховные. Бог лечит нас постепенно. И процесс лечения Он определяет. Господь Бог специально нам дает упасть порой очень в тяжкие грехи. И когда это происходит? Когда, казалось бы, ты думаешь, что ты уже, так сказать, молодец. Вы никогда не думайте, что вы уже молодец. Вот. Так вот, поскольку это процесс, и он постепенный. А ведь процесс это к чему? Цель этого процесса какая? Господь Бог что нам сказал? «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». А в чем совершенны? В любви. Потому, знаете, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. А что такое любовь? А любовь – это совокупность всех совершенств. Или по-другому – добродетелей. Добродетелей внутренних. Это те добродетели, которые в нашем сердце. И тогда и мысли наши, и слова наши, и дела наши будут добрыми. То есть, а добром является только то, что полезно мне и другим. В этом отличие от человекоугодия. Я угождаю здесь Богу, а не человеку. А скажите, а совершенству есть предел? Нет. Нет. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли иметь какую-то меру покаяния, то есть изменений, конечно, невозможно. Невозможно принести вот той достаточной меры покаяния, которая у нас приведет в Царство Небесное. А что наши святые отцы по этому поводу говорят? Вот святой преподобный Сесой Великий, что говорит? Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть немного покаяния. И это он говорит перед смертью, в то время, когда его называют Великим. А ведь этого слова Великий, этого титула удостоились совсем немногие наши святые. А что говорит наш святой Петр Дамаскин? Он говорит, первым признаком начала оздоровления души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Поэтому, друзья мои, покаяние – это процесс до нашей смерти. И никогда в этом процессе нам не надо останавливаться. Никогда не надо нам считать, что я уже принес достойное какое-то покаяние. Нет. До самой смерти. Так вот, друзья мои, чем больше нас Господь лечит, чем больше мы исцеляемся от наших болезней души, от наших страстей, тем больше мы начинаем видеть своих грехов, тем больше познаем свою немощь. Поэтому у нас и заповедь Божия блаженна нищие духом. А нищие – это те, которые ничего не имеют, никаких добродетелей. Поэтому давайте будем стараться видеть свои грехи, стараться их не совершать. Это все, что мы можем. Все, что мы можем увидеть и стараться. И то все с Божьей помощью. А уж Господь зрит в сердце и управит, как Ему угодно. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.